привет еду сейчас к насте на работу она купила продукты надо их забрать хорошо что нет по магазинам никуда их не надо насти заехал забрал продукты и все и дело в шляпе у нас сейчас опять жара пошла хотя в начале недели на севере израиля был даже дождь что не пища для этого времени года сказали что это неделя будет очень жаркой готовьте сказали нам мы всегда готовы жаре с левой стороны сейчас будет город решен лице он с правой дорога на бен-гуре он будет прямо если ехать то пойдем все сейчас кажется настолько сухим что вообще ужас посмотрите что он делает что он делает обгоняется прицепом что очень опасно вчера кстати таким образом в бен-гуре он врезался автобус и грузовая машина друг друга врезались таким же образом кто-то кого-то обгонял я как раз пришел на работу и мне сказали что случилась авария такая вот ужасно вот эта вот дорога на решен лицо он уже въезд сам город кошмар на улице такая жара что даже кондиционер машине не спасает он дует но не так как обычно потому что на улице очень жарко машина разогрела соответственно и вау кондиционер сейчас не спасается не справляется с жарой и кстати у нас сейчас у израиля опять проблема безопасности как обычно каждый день что-то происходит и на этот раз хизбалла угрожает на севере израиля вот они спорят за газовое месторождение и вот это не дает хизбалле покоя что израиль нашел газовое месторождение вот якобы в ливанских территориальных водах хотя это неправда получается газ находится в израильских территориальных водах но им это не дает спокойствия и они поэтому угрожают поэтому силу израиля на севере приведены в боевую готовность как я и говорил террористам дали же повод а иногда они с вами оси придумывают это уже район холона получается с левой стороны будет холон вроде бы вот видите пальмы но они сейчас настолько все пересушенные что просто улицы настолько жрасли что за лето все пересохло и вот здесь и сейчас считай конец лета но по пресему все очень и очень загрузился продуктами раз два три четыре и он там еще большой ящик все продуктами мы обеспечены очень хорошо кстати в израилье сейчас идет подорожание всего продуктов молока хлеба даже таких продуктов которые являются необходимыми тоже идет подорожание уже неизвестно куда поднимать цены нисколько это все будет продолжаться продолжаться это кстати промзон холона и вот и то и и августа начале сентября цена на топливо должна еще раз еще раз упасть на 1 шекель и это будет вообще круто если честно так сказать но и при этом он сказал что повышение цен на продукты это вынужденная мера кстати в израиле еще и учетная ставка выросла на 1,4 процента если не ошибаюсь и цены без того высокие цены на жилье в израиле теперь стали еще выше не знаю если вам видно смотрите какая пылюка стоит сейчас уже нету мы проехали этот пыльную зону очень многих семей в израиле нету своего жилья не живут на съеме и приобрести квартиру теперь стало еще труднее несмотря на то что это и так был сложный процесс нужно очень большая сумма на первый взнос а теперь это вообще баснословный день но несмотря на это строительство в израиле продолжается только вот этот вот карабан весь это все полностью забито яйцами а там потом понемножку тут и картошка есть и морковка и коттеджи и хлеб и он перец красный есть синенькие картошка яблоки морковка коттеджи опять какие-то овощи вот нашел статью по учетной ставки учетной ставки в израиле повышена проценты по вкладам без перемен в чем причина сотрудники и банка израиля говорят не ждите чудес инфляция пойдет на убыль только в 2023 году по учетной ставке немного сделал неправильный прогноз точнее неправильно вам сказал учетная ставка в израиле повысил повысилась на 0 75 процентов до двух процентов годовых то что я говорил соответственно возрастут ставки коммерческого кредита больше придется платить при возврате ипотечной суды машканты за банковский овердрафт и обслуживание платежей по кредитным картам на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео спасибо за просмотр ставь лайк если ты еще не подписан самое время подписаться нажать колокольчик и продолжать наслаждаться моими видео всем спасибо за просмотр пока пока